День на Думской в прямом эфире Андрей, прежде всего, скажите, можно как-то протащить законодательно и обязать людей не использовать в пределах города? Вот подобные пиротехнические изделия Наверное, можно, но это есть соответствующие органы какие-то, власти Вы поддерживаете такую инициативу? Конечно, потому что есть какие-то специальные салюты, есть организации, я так думаю Которые направлены, пенсионизированные специалисты Да, пенсионизированные фирмы, которые заказываются на любой праздник, день рождения, Новый год Которая приезжает за определенную плату, она устанавливает, в определенный момент выстреливает все это дело С соблюдением всех правил безопасности Люди все порадовались, спокойно зашли назад в помещение и на этом все закончилось Наверное, это было бы правильно Но когда посреди жилого массива в любое практически время, дня и ночи Кто-то может устроить свой маленький персональный, достаточно опасный салют-фейерверк Особенно, когда вкапывают в землю и неизвестно, вылетит оно или не вылетит Ну, тем более, возьмем, например, я был просто сам свидетелем Это центр города, наша Екатерининская, вот все Пушкинская, все улицы Когда там же деревья, очень много деревьев, эти деревья, ветки в разные стороны смотрят И люди на Новый год, свидетелем был сам, присутствовал в гостях И 31-го, вот так вот на первое, в ночь, в ночи все, как всегда, вышли на улицу Вот эти все салюты поставили Стоял у меня, глаза не знаю, где были От удивления, наверное, или скорее от страха больше Потому что все это выстреливает и от веток деревьев разлетается в разные стороны В том числе на крышу домов, которые, собственно, вдоль дороги и стоят А еще машины, которые припаркованы во дворах? Машины припаркованы, все летит на крышу и буквально сидишь, ждешь Так, еще минут 10-15, что тебя вызвало сейчас уже где-то в новогоднюю ночь Куда-то на какой-нибудь пожар То есть использование перетехнических изделий может привести к трагедии? Конечно И были такие случаи, я предлагаю посмотреть небольшой информационный материал Который подготовила наш корреспондент Диана Хрущева О трагических случаях после того, как люди собирались праздновать Взрывали салюты, фейерверки, а в итоге все закончилось очень плохо Пока вся страна зажигает бенгальские огни, пожарные несут круглосуточную вахту Это праздничное время считается наиболее травмоопасным Так, в Одессе в ночь на 1 января этого года на улице Радиальная из-за пиротехники произошел пожар В результате пострадало три частных дома В них полностью сгорели крыши Почти все имущество было уничтожено По свидетельствам очевидцев, причиной пожара стал фейерверк Который попал на крышу одного из домов Затем огонь перекинулся на соседние крыши При этом в праздничную ночь один человек погиб И четверо получили травмы в результате применения пиротехники Погибшим был 23-летний одессит, который получил смертельные ранения В результате нарушения правил безопасности при запуске фейерверка на дискотеке От взрывов петард и других пиротехнических средств За четверо суток празднования Нового года с 29 декабря по 1 января в Одессе и области Получили травмы разной степени тяжести 10 человек, в том числе двое детей После этого вечером 2 января в Одесском горсаду произошел пожар Как оказалось, горела постройка на территории летнего театра В результате инцидента никто не пострадал Наиболее вероятно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой Бывают и курьезы Так, в Одесской области в ночь на 1 января 2015 года случился необычный вызов По сообщению соседей, в квартире на третьем этаже возникло возгорание Подъехав к месту, спасатели действительно увидели в окне мерцание, похожее на огонь Но им оказалась праздничная гирлянда, которую хозяева квартиры оставили включенной Поскольку дома никого не было, спасатели просто выключили гирлянду, чтобы она не привела к реальному пожару Прежде всего, интересно, как им удалось выключить гирлянду, которая находилась внутри квартиры Это отдельный разговор, разве что без точки сразу весь дом Глупость совершенно оставлять реальные гирлянды включенные, а тем более на елке Ну, дело в том, что вы сами, наверное, видели такие гирлянды Держали их в руках Я не понимаю, из чего они сделаны Китайские, скорее всего, как обычно Совсем недавно, по-моему, вчера, или позавчера, взрыв в Мексике был Пиротехнический базар пиротехнических изделий Какие мощные, было видно, какие мощные взрывы всего этого дела То есть, все это сделано, не знаю, еще есть какие-то тоненькие провода Вот эти, которые, ну, просто маленький обрыв приводят к короткому замыканию И елка оставленная без присмотра с этой гирляндой, моргающей, воспламеняется А обычно это стоит где-то возле телевизора, где-то под окном Занавески, тюль, все это возгорается и приводит к пожару А если люди, например, оставляют дома, ночуют Легли спать, отпраздновали, легли спать Даже это пускай, даже 1 января, это 2-е, 5-е, там, Рождество Легли спать, возгорание, люди задыхаются И приводят вообще к трагическим последствиям, к смерти Ну, кстати говоря, вот в последнее время жилища людей Все больше напоминают какие-то смертельные ловушки В случае загорания, возгорания чего-либо Выделяется огромное количество токсических каких-то газов Такой, как раньше, наверное, и не было Ну, многие, допустим, вот ставят елки Очень многих людей, допустим, знаю И очень многие пользуются это Искусственные елки Которые делаются, опять-таки, непонятно из каких Горючих материалов, которые выделяют тоже Вот этот едкий дым Вот, украшают этими же гирляндами Вот, еще дети вдобавок дома используют И вообще вот противник этого, например И вот мы бы рекомендовали вообще не использовать Бенгарские огни Потому что дети, особенно маленькие дети Вот взрослые, дают Он бегает по квартире Вот пробегая мимо елки Он просто вот может, как, задеть Я не знаю, там, бросить Ну, у детей разные там, конечно, интересно Бросить в елку Ну, и сразу можно лететь на ковер На ковер, да То есть все, что угодно То есть как-то исключить вообще вот это пиротехническое все Ну, пускай гирлянда висит на елке Сели за стол, отпраздновали Новый год Гирлянда поморгала Но обязательно То есть спать как при обогревателе, при гирлянде, конечно, нельзя Но ведь в самом деле Здесь же проблема стоит, ну, достаточно очевидна Она опознается совершенно сразу, эта проблема И эту проблематику можно сразу убрать Чтобы не было последствий, с которыми приходится бороться Итак, достаточно ли заявления там Вашего управления Точнее, обращения к вашему управлению К мэру, например, или к губернатору С просьбой здесь локально принять закон Потому что на территории Одессы нельзя этого делать Это же вполне Запретить продавать, как минимум Ну Запретить продавать, наверное, все-таки нельзя Я не знаю, я не отвечу на этот вопрос Через управление торговли Они определяют Ну, возможно, но это какие-то стихийные точки Потому что вот Раньше, когда мы имели право Раньше были рейды по стихийным Да, рейды по стихийным Это стихийные, то есть это же неуправляемое все Человек собрался Собрал все свои перетехнические Ему пришли, там какой-то штраф выписали Да, он собрался, зашел за угол Стал в другом месте и продолжает торговать дальше Но уже весь седьмой километр завален такими Перетехническими изделиями Да, еще там Ну, кстати, меня отдельно это пугало Несколько лет назад я попал на рынок Промтоварный рынок седьмой километр Обычно я одеваюсь в дорогих аллобутиках Но так просто приезжал, посмотрел Из журналистского любопытства И обнаружил действительно контейнер Кто под завязку был забит Дорогой контейнер Дорогой брендовая одежда Рядом была брендовая одежда И сразу следующий контейнер был Конечно, брендовые фейерверки Я говорю, слушайте, а вас не смущает Что вот у вас сосед стоит Сейчас курит Вышел из своего контейнера И стоит курит И у вас это не смущает А ко мне поворачивается продавец Который нагнулся и что-то достает Он поворачивается А у него во рту, в губах У него горящая сигарета Я говорю, не смущает Не смущает Может и не отвечать Главное, не отвечать И чтобы оно не упало туда Люди не задумываются Вообще не задумываются Интересно иногда наблюдать за нашими людьми Потому что вот объясняешь, объясняешь Он все равно тут же Все равно послушав Делает все равно по-своему Все равно я хочу так Вот послушаю Да, не надо пользоваться Все равно пойду куплю Ребенку же будет интересно Ребенок же радуется Ребенок прыгает То есть фейерверк расстреляет А есть ли на данный момент У вас какие-то рычаги влияния на эту ситуацию? Ну, да нет у нас, наверное, на данный момент нету Какие превентивные профилактические меры Вы проводите Вот в рамках приближающегося Нового года? Ну По школам По школам По садикам Сегодня проводили такой рейд В Киевском районе Это именно в преддверии Нового года Главная тема Это правила пожарной безопасности И пиротехника То есть мы детям Объясняем Собирали Буквально на днях Зам мэра нашего Многодетные семьи Организация многодетных семей В мэрии собирали Мы там выступали Объясняли людям, что надо То есть чтобы они и дальше рассказывали Своим организациям Вот этим многодетным семьям То есть И так вот каждый день По городу и по области Проводим такую работу Включая все заведения Культур и Допустим школы Где будут проводиться елки Они были все Наши сотрудники обошли их Раздали инструкции Проинструктировали Тех людей, которые будут Непосредственно на месте Заниматься противопожарной безопасностью Во время проведения Вот этих новогодних елок То есть мы делаем все возможное С нашей стороны Но к сожалению Запретить торговлю Мы Ну скажем так То есть все на самом деле Все то, что не подлежит лицензированию Умеет право свободно продаваться Это Наступать на предпринимателей нельзя Да Мы как раз объясняем Что лучше например Вот если человек конечно Он хочет пустить тот салют Не обязательно На Новый Год Мы берем Куда-то это естественно Есть определенные правила Это где-то на пустыре должно быть Чтобы дети допустим Или кто там присутствует Стояли в стороне Есть правила Но покупать это все В специализированных магазинах Которые имеют лицензию на это Вот эти взрыв пакет Это его поджег Ты успеешь отойти от него А не поджег И вместе с ним взлетел А вообще существует ли Какая-то нормативная база В настоящий момент Уже сейчас Можно делать замечания людям Или вызывать полицию Если человек стреляет Вот там второй час подряд Есть такие уникумы Кстати я их наблюдаю Уже не первый год Ну почему нет Нарушение общественного порядка Но это только Как хулиганка Извините за выражение Пойдет ему Или это Ну верно Но пиротехнические Что эти взрыв пакеты То есть Я даже не знаю Ну вот мы На этом все дело Вот влияние К сожалению Мы Мне кажется Как-то нужно Знать Больше с полицией Этот вопрос И вынести к мэру Потому что Как мы знаем Сейчас И с патрульно-постовой службы Не хватает людей И я уверен Что и у вас Не все там По грузинам Материалам Есть всегда И групп на всех Не хватит Если вдруг что-то случится Да и качество подобных Развлечений Падает год от года Поэтому контролируемость Взрыва В общем-то Условная вполне Ну да Ну в любом случае Вот в всяком случае То что мы можем делать На данный момент Мы стараемся делать Кстати С совместными сотрудниками Национальной полиции Вот эти вот рейды Мы проводим Вот Пытаемся хотя бы Объяснить так людям Что Ну осознайте Потому что Человек допустим Может получить не только Травму Ну скажем так Физическую Да А даже психологическую Кинь человеку Который стоит Задумался Какой-то взрыв пакет Под ноги Что делают Любители такие бывают Там пошутить Человек Особенно это Среди Очень распространено К сожалению Заикой стать Я не знаю Там разрыв сердца получить То есть не просто получить травму Послушайте Здесь к обычным человекам Подойдешь и хрюкнешь ему на ухо И тот может посидеть Честно говоря А тут бабахнет Какой-то там петарда И все Мне кажется Что лекции подобные Алла Вот сейчас наверняка Меня поддержит Об безопасности Личной безопасности Должны как раз читать Те люди У которых Неполный комплект пальцев Из-за петард Вот тогда На собственном С наглядным примером Вот я уверен Что тогда Когда детям Такой человек скажет Ребята Будьте внимательны Вот тогда Это будет Кстати Если я не ошибаюсь То лет 5-6 назад Была практика Тогда существовала Служба ГАИ И на Николаевской дороге Очень часто происходили аварии И вот собственно Каждый раз Когда происходила авария Кто-то пытался ее объехать Нарушая правила Его останавливали Доставали альбом С самыми жуткими авариями Показывали И это имело свое влияние Ну я тебе скажу Что я застал еще в то время Когда на выезде из города Если вы помните Всегда стоял Грустный постамент Да-да-да Или посреди трассы Стоял постамент На котором разбитая машина И каждый раз приезжаешь Понимаешь, что господи Что же тут происходило Андрей, ну и последний вопрос Буквально Может быть какие-то советы Для родителей Для детей Как себя вести в этот период Ну, во-первых Я уже говорил Соблюдать элементарные правила Пожарной безопасности Будем так Про Новый год Новый год Это не оставлять Без присмотра детей Родителям Обязательно Это самое первое Потому что ребенок Можно сделать что угодно Значит Отключать на ночь Понятно Новый год Эти Эти огоньки Гирлянды Гирлянды Ночники Обогреватели Любые Обогреватели Что касается Обогревателей Потому что очень многие пользуются У кого-то отопления нет Все это дело Отключать Рано утром встали Включили Под вашим чутким контролем Это все сверкает Горит Или греет А что касается Пиротехнических средств Естественно Постараться исключить Максимально Но если уже хотите То это должны делать взрослые Где-то на пустом месте Подальше от Трезвые Взрослые Трезвые Желательно Подальше от жилых домов Подальше от Каких-то деревьев Чтобы никуда Ничего не попало И дети Должны радоваться Тоже на расстоянии Родственники Дети И тогда Дай бог Этот Новый год Пройдет Без происшествий Без вызовов Чтобы вы нас оставили Без работы На Новый год Без вызовов Мы будем очень благодарны Что вы к нам прислушались И все прошло хорошо И встретили Новый год Живыми Здоровыми Я очень тоже надеюсь Что одесситы к вам прислушаются Я думаю Что мы с Сашей К вам точно прислушались Я только что проговорил Практически всю технику безопасности И вот проверил Сейчас по пункту Но что вы сказали Я все исполняю И с других требую Спасибо вам Спасибо вам Андрей Мельник Начальник пресс-службы ГСЧС Украины В Одесской области Был с нами Передаем слово Викторию Ортис Она расскажет о тех событиях Которые происходят в Одессе В эти минуты После вернемся в студию Продолжим работу Оставайтесь на Думской ТВ Будет интересно МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА